Он с рук кормит. Всю картину с пушистыми моралами испортило это серое облако от незаконной свалки возле села Тала в границе Тункинского нацпарка. Еще 9 марта отходы загорелись. Тушить их пытались два дня. С огнем справились, но из-за объемов свалки и нехватки мощности спецтехники отходы продолжают тлеть глубоко внутри. Газа постоянно горит. Специально они подвезают к альянам, наверное, или жителям, чтобы эта свалка дорогу не загоражила, они ее подожгут. Она убавится, опять начинает водиться даже. Было раза 2-3 мусоровод переходил с Улан-Дэш, говорит, что все, каплю в море. Тушение, наверное, свалки и пункциональный парк учеников в отношении не имеют. Она в границе пункционального парка, но это не земля особо хранения. Долина мусора появилась еще 12 лет назад и раскинулась на 14 гектаров. Ежедневно ее пополняют туристы нацпарка и жители всех поселков, хотя рядом есть официальное место для отходов. О проблеме чиновники слышат не впервые. Расчистить полигон обещали в прошлом году. Но вопрос остался в подвешенном состоянии из-за разделения территории на муниципальные и федеральные земли. Это от администрации района не зависит, это федеральный уровень, потому что нацпарк, это федеральное учреждение, там муниципальных земель нет вообще. А по закону ответственность за санитарное состояние в земельных участках несут собственники земельных участков. В мае планируют внести правки в документы. Они разграничат федеральные и муниципальные земли нацпарка и дадут возможность району расчистить полигон. Также чиновники обратились за финансовой помощью к федеральным органам. Обсуждается перевозка отходов из Тункинского района на Иркутский полигон. Елизавета Рябова, телекомпания Оригус.